Ну вот здесь, конечно, борьба, скажем так, вот настолько за вышки, она не должна состояться, потому что тут вышки идут ближе к базам. И, в общем-то, если бойцы со старта стильно не разменяются, и в том плане там какие-то лютые штуки не залетят и так далее, все займут свои три суплая, то просто будто кто-то его перетерпит, вот и все. На нервах, на нервах. Шесть снизу стартует, он берет сразу выдвинутый саплай, что касается стаза, стаз берет тыловые, тыловой саплай. Просто можно взять вот этот выдвинутый, а можно взять, или, скажем так, саплай на форварде, а можно взять тыловой сап. Ну, риски на самом деле, они есть при таком-при таком сапе, но выбирать что-то надо. Здесь, получается, от основного саплая далековато, да, если дефать и то, и то. С другой стороны, удобнее сразу на проходе. Здесь все-таки фронтовой саплай, и, конечно, заезжать к нему тоже удобнее. Ну, вот, шею устанавливает такой выдвинутый военный завод, стаз через барак начинает, и военный завод, кстати, интересно, будет бункериться, по всей видимости. И неужели быстрый третий сап от шеи, а ну-ка. Да, это три саплай, один военный завод, ого. В Китае Мироре такое замечать, такая редкость. Три сапа обычно смотришь, там, когда Китай и ГЛА играют, три сапа. Это норм, но вот в Китае Мироре три сапа, это опасненько, что ли. Если бы сейчас стаз пошел в два военных завода, он бы шею просто переспамил. Возможно, шея об этом знал, что стаз не пойдет, если играет два военных завода, и поэтому сразу давил на три саплая. Ну, и быстрый стаз от стаза тоже сап. Так, БМ контрит, контрит. Да, будут размены чистые. Кстати, все пошли в БМ, примерно, наверное, понимая, что не будет Хеликсов. И какой шикарный бункер с домиком, слушайте, Стасян, тут. Пока хорошо справляется, но примерно все зеркально-то по итогу получилось, вы поглядите. И Айрфилд устанавливает шеи. Пошли гатлинги, все-таки есть опасения, что появятся Хеликсы, но они не зря, не зря. И второй военный завод, кстати, от голубого нюка. Недавно там стаз, как раз-таки выходил топ реплей вчера, да, где стаз играл с тимстепом нюк Мироре. То есть стаз их, в принципе, тренил. Он должен иметь и соответствующие интересные фишки в этих матчапах. Но вот БМ тут неинтересно, зашел совсем. Потерялся. Но территориально, в принципе, все получилось более-менее неплохо, без потери сапплтраков и быстрая пропаганда, да. То есть тут вообще не будет никаких ставок на Хеликса от бирюзового игрока. Но Хеликс, это, знаете, это очень быстрый юнит, воздушный юнит. И если его не углядеть, ох, могут быть проблемы. Так, здесь опять же два БМа встречаются. Целуются, мы видели с вами. И слушайте, один-то БМ уйдет, возможно. Нет, не ушел. Все-таки волну его достало. Да, я думаю, что вот такое затишье... Небольшое. Один БМ всего приехал. Стас должен подозревать, что там будут Хеликсы. Правда, всего один пока гад. Ага, ну вот как раз-таки пошел, 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 пошел. С левого фланга есть что брить. Хеликс появляется, там выходят БМы. Боже, Стасиан. Ну неужели не ждал Хеликсу? Да быть такого не может. Еще сейчас подрежет. Нет, испугался Гаттла здесь Хеликс. Так, один БМ пошел в контратаку. Хорошо. Еще Гатлинг вышел. А там два Хеликса. А тут два. Тут два Гатлинга. И третий еще подошел. Но до Сапалтрака все-таки достал. Пират. Минус один Сапалтрак был. Но здесь ответочка, кстати. Ну что-то Стас куда-то поехал. Что это такое? Надо назад вернуться, не? К машинкам. Да, но все-таки Хеликсы они дают преимущество. Как ни крути, в нюкмирорах. Я не знаю, почему Стас не пошел. А, кстати. Ха, великолепный БМ. Ты минус два Сапалтрака. Вот вам и ответочка прилетела. Один Сапалтрак, размен на два. Вот так-то. Командный центр ставится для того, чтобы Хеликсы рандомно не залетели и не вырубили здесь Дозер. Это тоже имеет место быть. А есть ли у Шея пропаганда? Нет. Полный. А, есть. Я думал, полный будет прям фулл вклад в Хеликсы. Нет, а там уже оверлорды. И гвардейцы захватывают вышку и нефтянку. А здесь пока без захватов, наверное, будет лотос выходить. Ну, пока вот два военных завода. Ну, выглядит все не так плохо. Даже Гатлинг Турель устанавливает боец из России. Там пост. Сейчас ее спалят. Справа здесь... Ну, справа, в принципе, Гатлы стоят. Ставится еще электростанция. Мне интересно, сам Стас, он вообще будет переходить или он не будет переходить в Хеликсы сегодня? Или реально вот вся такая надежда будет прям на наземку? Но есть ЕЦМки, поэтому Хеликсам тяжело работать. Ну, да, по крайней мере, бункер уничтожили. Вообще, изи, без потерь. Да, миксовать тут, конечно, нюку голубому нужно. Я бы еще турелик поставил, раз на то пошло. Собрал бы пачку и пошел бы в бой. Пока оверами тут даже не пахнет от шея и оверы будут пробивные. Ну, конечно, задача сейчас зеленого китайца будет уничтожить Гатлинги. Только так он справится с этой армией на данный момент. Ну, мало Гатлингов, надо еще добавлять. Так, ну вот по центру здесь такой проход, скажем так, по дворовому. И-и-и-и, о-о-о-о, ядерная ракета от Стаса. Неужели в ядерные миги решил уйти или просто затянуть и через ядерку поиграть? Нет, слева тоже не дадут проехать. Тут и Гатлинг стоит. По разменам, кстати, все-таки впереди у нас шеи. Так, оверы не торопятся. Оверы назад идут, там даже один овергатлинг был выучен. А, вот попытка пробить что. Понятно. Ой, тут пачка прям подвалилась, неприятно. Но не получится все равно зайти. Да, Хеликс отказались от этой идеи. Ага! А справа уже собственный оверлорд подходит. Вот оно что. Но ведь еще и Лотос может где-то залететь потом, неприятно. Тут только что она, вот он Стаса. Это Лотос Стаза? Нет, это Лотос как раз-таки шея, я думаю, Стазовская. Ага, удар ядерной ракеты уже счетчик есть. Но долго за Хеликсами гоняться. Это совершенно понятно. И Эйрфилл стоит Стас. Решил поиграть ядерными мигами, все понятно. Ну, в принципе, почему бы и нет. Но ядерные миги будут хорошо штрафовать, что наземку, что воздушная армия. Либо здесь прикрывается. Но если здесь пройдет какой-нибудь оверлорд, будет неприятно. Или Лотос как-нибудь в тыл залетит, тоже будет очень неприятно. Но, знаете, ситуация все же сейчас в 50 на 50 абсолютно. Единственное, что Шей впереди по Икспам, по рангу. Если он впервые дойдет до третьего ранга, у него будет преимущество. Так, есть ли я... Да, 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 есть ядерный апгрейд. Опа, привет. Свертуха просто навалил, красава. Опа, и по Икспам Стас уже выравнивается. Вот так-то моську свой сувать, товарищ пират. Наше дело знают. Ха-ха-ха, уже три. Три мига. Причем так спокойно, не торопясь, Шей тоже дал ядерную ракету. Ну, тут будет, конечно, жесткая война мигами. Но Стаса сейчас на земке больше, явно. Можно попробовать вперед пройти. Бункер мигами пробивать? Ну, что-то странновато. Оно ли надо было? Ну, ладно. Меня больше волнует, где Хеликсов. Ага. Потому что эти ребята могут прорваться в любой точке карты, и будет очень неприятно. Еще, еще делает Фил. Ага, ответные миги. Надо отступать. Так, точно. Ой, сейчас Хеликсы набреют. Ой-ой-ой, гатлинги далеко. Миги летят. А-тя-тя. И еще. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя. До свидания. До свидули. Ха-ха-ха. Красиво-то как, а? Все миги. Все хеликсы полегли. Но тут, конечно, овер лег. Ну, вот уже и подходят бойцы к долгожданному, наверное, третьему рангу практически. Лотос палил, Стас. Молодец. Это было хорошо. Но тут, видите, перехватили артиллерийскую платформу. Ха. Ну, как же легли Хеликсы? Я думаю, что переход на Хеликсы не ожидается. Там третий фил ставится. Боже. И... У Шеи уже третий ранг. У Стаса все еще второй. Это, конечно, преимущество для Шеи. Ну, и как там миги-то раздают, а? Че Стас-то летает, не раздает? Непонятно. Или не знает, куда раздавать. Тоже есть третий ранг. Так, полетели повышения. Там мины плюс ковровку он взял. Боже. Просто мигное какое-то шоу на карте происходит. Куда ты даешься? Ты... Ты че творишь, зараза? По своим лупишь? Ой, я бы такого, конечно, летчика уволил сразу. Еще это было у нас. Так, ковровка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда ты ж, блядь, полетела-то? Ээээ... Вот сюда... Ой, я извиняюсь за матом. Ну, че-то... Ну, ладно, хотя бы минус оплайка, жарма. Просто если бы она здесь отпустила свои бомбы, скажем так, спустила бы на выдохе, то было бы вообще красиво, минус пачка. Ну, у меня уже излишние эмоции, ребята, но я прям не знаю. И полетел Станислав вперед, гаубицы по ним просто лупят. Где лотос? Кто будет их перехватывать? Ха. Ну, Хеликсов явно не ждет, потому что нету даже горлов рядом. Ааа, Миги за Мигами гоняется. Не достал. Блин, просто фарш. Ну, мне кажется, Шейф с Мигами сейчас больше уничтожает, чем Стас. Артудар пошел от Шея. Ааа, он-то вышку забирает. Да. Что? Че это за фейл? Шейк кривой какой-то. Он вышку не забрал. Смотрите, повышение в никуда. Только завод забрал, а все. Так. Стаса будет ядерка вперед запускаться, если что. Ставится барак. Опа. Засекли. Но не убили. Нет, убили. Упал пацан и не выдержал. Гусеницы слабые. Да, ну вот такую, знаете, войну Мигами реально уже давненько не наблюдал. Последний такой реплей. Вот прям Война Мигами. Я помню, был топ реплей на канале. Александр сыграл с кем-то. Я не помню с кем. Там против ГЛА играл. И вот как раз таки он там прям Мигами за Нюка. Там очень много отыграл. И очень массово. А, ну вот добивочка вышки пошла. Ну, пока у ШМ, мне кажется, уже преимущество точное есть. Сейчас он опять упал. Опа. В полете. Фу-фу. Фристайло. Ой, а что это, куда он летел-то тут? Так, ну посмотрим, куда ядерка. Мне кажется, Стас даст повышки. Хотя, может быть, будут какие-то альтернативы. Там. А. Филт. Один был уничтожен, да? Интернет-центр. О. Что решил сделать Бирюзовый. Но Мигов-то мало. Мне кажется, сейчас, если Шей пойдет вперед, у Стаса... Ну, что-то есть, все равно. Но это интересно, кстати. Шей на вторичку не полагается. Может быть, у Стаса и получится. Штучки четыре хакеров сделать, и потом это очень хорошо будет решать. Опа. Не нравится Стасу гатлинги. Да и умер. О, и ЦМку забрал. Ну, неплохо, неплохо. Наверное, все-таки я потороп... Ой, ядерка, куда? 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 Вот сюда, да. По вышке я угадал, ребят. По вышке вдарило. В принципе, это сделалось правильно. Ковровочка. Ай, по филду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там еще несколько мигов она вырубила. Хорошо, еще миг, нет, не упал. Лотос! Боже, Шей! Ядерка отменяется. СТАСЯН! Просто, СТАСЯН шедевр! Новая кликуха. Смотрите, минус ядерка. Ну и каковы шансы теперь у тебя, пират? Пошел вперед наш боец. Тут все исчемлять. Ну, просто Стас великолепен. Еще и выходят хакеры. Так, ну, не забегаем вперед. Это все-таки прямая трансляция онлайн. И ковровочка здесь будет накрывать филд. Один остался еще филд с мигами. Да, хакеры должны сейчас садиться. По ним, правда, свои же грузовики проехали. Но это не считается. Ага! И миги, привет. Минус один миг есть. Ну что ж, у Шея большие проблемы на базе. Юнитов ему явно не хватает. Миги, миги... Это последний миг. Ну, мне кажется, Стас перекондрил. Неужели? А че стоят хакеры-то, алло? А, лотос не... А, СТАСЯН тут, да, филд потерял. Но лотоса не дает. Все, пошли хакеры на работу. Ну и все? Это какой-то блок, нет? Надо станции уничтожать. Или все-таки Шей тащить будет? Боже, ну кто приплеем попахивает? Ну, Стас забудет пассивная экономика теперь. А работа теперь постоянно. Пока я не убью. Филд закрывается. Ага, тут уже овер на овер. С двумя удочками. Перебил, перебил. Ну, отбивается Шей та, ребят, по итогу. По итогу он отбивается. У Стаса один филд. У Шей сейчас тоже один филд. По соплтракам дает. Ну, там идет экономика. Арт-удар. По филду, естественно. Лот. Ага, тут овер еще убежал. А что он встал-то? Ну, он будет убегать. Да, это по филду. Все, Шей остался без мигов. Кстати, миги вроде бы... А, ну, отлетает. Нужно новое отстраивать. Деньги есть. Но у Шеи деньги закончились. Все, Шей без экономики, ребят. Но я думаю, что Стас сейчас благодаря вторичной экономике и остатку тут должен перетягивать. Потому что Шей больше не может память особо. Все. Все, он без денег. Стас подумал. Сделал даже интернет-центр. И сделал несколько хакеров. У Шей, конечно, таких чудес на базе не существует. Вот тот момент, когда вторичная экономика очень сильно тачит. Приходится распродавать свои ресурсные центры. Спрашивают, зачем оверы сейчас делать, а не гатлу. Но гатлу очень легко рассыпаются. Оверы, они имеют больше брони. А там много мигов было. И смысл. Ну, придут гатлы. Миги их просто расстреляют. Так, отстраивается филд. Но мне кажется, у Шеи шансов все меньше и меньше. Ракетчик там что-то сделал. Минку поставил. Потому что у Стаса есть экономика вторичная. Да, Шей сдается, ребята. 2-1. Боец из России. Вновь выходит вперед. Ну, это топ-реплей. Реплей мясной. Реплей офигенный. Со Стасом, кстати, очень много. В последнее время там реплеев накопилось. Продолжение следует.